Здравствуйте, товарищи! Сегодня в Пардубице третий товарищеский международный матч по хоккею с шайбой между сборными командами Чехословакии и Советской в этой встрече. Итак, игру начинают в команде Советского Союза Кататонов, Петитов, Макаров, Ларионов, Крутов. В команде Чехословакии играет Лукач, Водила, Либа и в обороне Бенок и Свобода в воротах Шиндал. Ну, как и в первых двух матчах сразу же наша первая пятерка пошла вперед. Но вот атака отбита. Петитов пасует налево. Конечно, после второй встречи после поражения наша сборная, конечно, мечтает сегодня взять реван. Но нужно сказать, что сборная Чехословакии сейчас находится в очень хорошей спортивной форме. Команда по существу определила свой состав. И вот, видите, настойчиво ищет пути к воротам нашей команды, к воротам Мыльникова. Макаров упал хоккеист. Первые минуты, минуты волнения, быстрые смены, как и в предыдущих играх, появился уже Беллидинов. Вышел Яшин. Яшин, 25-й надо Петитов отдает направо. 30-й номер Семенов. Впрочем, наши тележрители прекрасно свозил 22-й номер 20-й Лала 19-й Салзар. И во Воронье играет Кадлиц и играющий второй матч, простите, опасный момент, хорошая комбинация. И вот Витя Шиндал опередил Светлова и клюшкой отбросил шайбу в сторону. 5-й номер Бокрос защитник команды Чехолаки. Вот и впервые он в арбитра попал. Сегодня стадион переполнил и, естественно, матч вызвал огромный интерес. вот вышел третий смена Жлуктов 22-й 13-й той 24-й номер Балик 23-й Бакос и Слонина Слонина 3-й вот вратарь. Конечно, интересно сегодня посмотреть и за игрой нашего Жлуктова. Жлуктова. Виктор Жлуков какой год выручает свою команду. Часто говорят, что он уже сходит, но внимание, Паша в зоне передачи. Бросок не получился у Алика и шайба у Кутистов сборной Советского Союза. Открытый бросок не получился, сбалансировано и считает, что она уже готова к крупному соревнованию. Что касается нашей сборной, то у нас он не очень доволен дисциплиной, есть в претензии практически к игре всех звеньев, даже и первая наша пятерка, как он считает, играет в силу на 50% своих возможностей. Пока в сегодняшней встрече очень внимательно очень внимательно играют все хоккеисты. И тут проброс бросок в зоне Союза. Союза проводит свой первый матч 27-й Быков и 19-й Варнаков. В команде Чехолаки Свобода Бенок и тройка Водила с партнерами Лукачем и Либой. Варнаков. 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 Вот видите, сейчас такая расстановка, видимо, не устраивает чехоладских истов. И пока еще главная действующая лица под опасный момент еще на поле не вышел. Тройка Руснака. 18-й номер, Клима, 14-й и 10-й росты. Здесь мнения расходятся. Говорят о том, что эта тройка самая сильная в команде Чехословакии. Но нужно отдать должное и вот этой пятерке, которую сейчас на поле водил Лукач. Вот Клиба в зоне его остановили. Шайб подобрал Макаров. Три фасиста здесь пройти очень сложно. Чехословакии и фасисты удачно перекрывают подходы по центру. Пройти невозможно. Шайбут Салдера. Возил капитан команды. Подносится, следует удалить. Смена, он как-то выскочил неудачно и запустил ошибку. Сборная Советского Союза. Мутил 6-й, Санина 16-й и 14-й, Клима. Здесь на турнире, на этих контрольных играх в Чехословакии у нас сильнее других играет вот эта пятерка наша, чемпионская армейская. Но она забивает каждую игру по существу, когда играет против в полных составах. Ну, по одной шайбе. Для таких игроков маловато. Вот пас. Макаров упустил возможность открыть счет. А вот в численном преимуществе они добиваются успеха недовольно часто. Вот, не кишаеба светела, но прошла мимо цели. Мимо ворота. Очень смело защитить, как пасуют друг другу у своих ворот. Ларионов. И опять неудачные передачи. И защитник отбивает шайбу подальше из своей зоны. Минуту Чехословакие хоккеисты отстояли. Атака сборной ФСР продолжается. Сейчас Пашек вышел. Рихтер 12-й номер. Вот даже возможность для контратак. Правда, Пашек не спешит. Важно выиграть время. 40 секунд до выхода пятого игрока. До выхода Лалы. Макаров. Вот, пас налево. Беллинзинов бросается. Шайба прошла рядом со штангой. Сейчас такой смешанный вариант. Одни успели уйти в поле, другие нет. Макаров. Шайба отбыскачила. Удачно. Сейчас Владимир подставил клюшку. И шайба выскочила через... Выскочил среднюю зону. Через пять минут выйдет Лала. Через пять секунд просите. В полном составе сборная Чехословакии. В первую очередь бросается. Но нужно отдать должное, что чехословатские фокисцы научились сейчас защищаться. Делают это очень четко. Вот бросок в воротом. Теперь уже либо там перед Мыльниковым закрывал ему видимость, но шайба в ворота не прошла. Защитили в ворот и наши фокисцы. Вот сейчас седьмая минута идет первого периода. Так постепенно. Фокисцы набирают темп, набирают скорость. И начинается настоящий боевой темпераментный матч. У нас играет Смешанный вариант. Играет Яша. Играет с Жлуктовым и с Светловым. Ну, Семенов ушел. Он играл, когда команда имела численные преимущества. Видимо, устал, и поэтому тренеру дали возможность сейчас отдохнуть. Вот выходит вперед. Дроздецкий, передача. Ворота сдвинуты. И, наверное, напрасно Дроздецкий отдавал налево. Мог бы бросить эту шайбу и встал. И еще раз. Дроздецкий, забрав шайбу, выходит один к воротам. Никого нет. Вратарь вышел вперед. Дроздецкий отдал налево. Но партнер оказался не готов. Нет, Дроздецкий сделал все правильно. Партнер оказался не ожидал. Решил, что будет бросок. Спрасывание. Вот бросок издали. Дроздецкий здесь выбирал позицию для того, чтобы подправить шайбу. Но ничего из этого не получилось. Руснак. Вот сейчас стройка. Сильнейший в чехлованской сборной. Руснак, Руссал и Клима. Жлуктов пасует направо. Дроздецкий бросает. Шайба от ноги проходит мимо. Наши телезрители очень эмоциональны. Этих 20-летних стулькистов, которые из молодежной команды сборной Чеховаки хорошо сыграли. И сборной молодежной команды попали в основную команду и играли в матчах на Кубок Швеции. Тогда им предсказывали большую музычность. И, в общем-то, так это и получилось. А сейчас тренеры поставили вместо Камеша, он тоже, говорят, будет сборной. Сейчас Кварцов в зоне. Поставили Руснака. Игрока уже много поигравшего. Игрока очень сильного. И, конечно, это тройка от этого только выгодом. Вот эти моменты, а очень хорошо. Вот так в случае он все время без внимания. Вот опять бросок по его воротам. Преимущество сборной СССР, но счет не открыт. Опять идет вперед уже Стельнов. Сейчас защитники довольно активно помогают. Правда, нападающий моментально занимает позицию защитника и подстраховывает его. Бенек, защитник, игрок по обороне команды Чехословакии. Там, видите, защитники выманивают соперников. Наши, такие, Сопачат идет вперед. Либо бросок. Рома, бросок мощный был. Но, правда, бить не давали. Вот опять бросок Лукач. Лукач, либо Саня Лукача. Передача. И вот на тубе от пол. Харл Салдер, девятнадцатый номер. У нас первый состав. Бросок Касатонова. Воротарь отбил. Фокош, защитник, сыграл не точно. Конечно, и в сегодняшнем матче много не точных передать. Что поделаешь. Очень быстрое темпо, когда скорости большие. Есть еще и силовые приемы. Сборная Советского Союза сегодня играет в атакующем ключе. В атакующем стиле. Хоккеисты вот эти первые 10 минут проводили стремительной комбинацией. Действовали остросмело. Вот Мыльников парирует бросок. Мусила. По всей площадке. Жесткое, эффектное, напористое. Словом, у хоккеистов возникают каждую секунду различные задачи. И сложные. Вот, внимание. Пас вперед. Семенов отдал Светлову, а тот не дотянулся. Шайба у Климы. Клима приостановил. Светлова партнера уже подобрали шайбу. Самое главное, кто быстрее и точнее начнет контратаку. Кто быстрее пройдет в центр боли и кто создаст выгодные позиции. Вне игры. Сегодня завершаются контрольные товарищеские игры. Проверка, в которых тренеры могли посмотреть и оценить мастерство каждого хоккеиста. Его готовность. Вот Звук-то поддается Рождецкому. Все-таки помешал защитник нашему главному бомбардиру. Паша Квизимаев. Проброс. Интересно. Фактически малый чемпионат мира. Все сильнейшие команды будут участвовать в нашем турнире. Ну и, конечно, вот этот матч украсят, несомненно. Бросок Дрождецкого. Грают в сборной, потому что Гашек, вратарь, самый основной. Он это уже доказал, несмотря на свою молодость. Кто, игрок высокого класса. Он выступает и будет выступать на мировом первенстве среди юниоров. Он будет уже в Праге на первенстве мира. Есть еще вратарь Ламп, который очень хорошо играет в внутреннем чемпионате. Но в международных матчах как-то теряется. Поэтому пока его сборная, так сказать, он на четвертой позиции. Удален свободу на защите. Ну, наш капитан отправляется к арбитру. И говорит о том, что у нашего игрока кровь. Вы знаете, что если кровь, то удаление должно быть не две минуты. Пятерка первая. ЦСКА. Важно выиграть вбрасывание для нашей команды. Ну и числоватских иписей на это надеются. В одном случае будет атака, в другом случае можно будет выбросить шайбу из средней зоны. Из своих зонов средней. Эту шайбу выиграли наши хоккеисты. Вот теперь важно сыграть поточнее. Но это не получилось. Шайбу числоватских хоккеистов. Они хоть и в меньшинстве, но действуют довольно удачно. Вот посмотрим Крутов. Макаров. Шайбу послал Лорионову. Ростов Макарова, но здесь подставил ногу Кадлик. Обязательно кто-то из игроков дежурит у ворот, помогая своему воротарю. Удачно играет вратарь. Зажали. Кагаев в поле в зоне. Передач много. Самотверждно играет Киписов. Киписов, Киписов, Киписов. Киписов забрасывает ноль. Вот посмотрите еще раз в момент. Ну, бросать наши защитники могут. Тут уже ничего не сделают. Один ноль. Ну, теперь вы знаете, команда Числовак играет уже в полном составе. Пятерка Руснака против Кварцова, против Быкова и Варнакова. Стариков и Стельнов в обороне. Вот вперед вошел Либо в зону. Сегодня действительно Киписов все играют очень внимательно. И мне кажется, что где-то все это относятся к сборной Числоваке. И к нашей команде играют осторожно. Кварцов. Вот опасный момент вкател. Сингл бросит клюшки. Да, шайба проскатила. Судит уткастыть. Надо успокоить. Довольно надежно. Березинов. Первый у чем. Числовак. Кипятик. Писали атаковать наших укистов. Пиздали бросок. Семенова. Светлов. В этих играх Светлову ни разу не дали возможность бросить поворотов. Пашек получает шайбу. Первый у чем. Отпил. Светлов. Хорошо идет. Бросать не дают. Защищается команда Числовакии. Видимо и тренеры понимали, что сегодня сборная Советского Союза будет играть очень активно. И будет стремиться добиться цели. Шайба у Денека посылает ее вперед. Опасный выход. Опасный выход. Можно отбить этой атаке для того, чтобы где-то, может быть, перейти к более активным действиям. Вот вы видите еще раз момент, когда кажется, что могли наши забросить шайбу. Но не получилось удачно сыграли бросать. Вот опасный момент. И Макарова не удалось завернуть шайбу в ворота. Сводил. Очень хорошо играет Мыльников. Хороший ботал Сводил. Но бросил очень сильно, очень точно. А главное по существу это наш дебютант сборной Советского Союза играет при переполненных трибунах в таком ответственном матче. И, конечно, волнение Мыльникову понять можно. И хорошо, что в такой игре он держит сегодня экзамен. Это поможет его, несомненно, в его дальнейшем росте. Пятерка Руснака играет сейчас. Против нашей первой пятерки. Марионов. Крутов бросал из-под защитника. Вот Клима, Ростол. Пошли вперед. Клима, Ростол. Вот опаснейший момент. И отлично сейчас сыграли наши игроки. Петитов особенно. Бросок. Клюшки летят. Вот сейчас был мощнейший атака. Клима бросил. Вратарь отбил. Вот это был мощный тур. Кстати, он и продолжается. Клима. Макаров перехватил. Шайбу. И точно очень сыграл Кисловакский нападающий. И вот еще одна атака. Клима интересный игрок. Необычные пинты, обманное движение, быстро, упрямый. 14 номеров. Мелый игрок. Первый период проходит с преимуществом советских игроков. Но и отдельные контратаки, как говорил команду. Вот, посмотрите, еще раз. Момент атаки сборной СР. Ворота были пустые. Вот как наши сейчас. Ларионов здесь, Петисов, атакуют. И западающего Климу. И не дали ударить. Клюшка подставленная. Шайба прошла мимо цели. Момент был очень неприятный. А сейчас сбрасывание в зоне сборной Чехловакии. 17-3 минуты первого периода. 1-0. В пользу сборной Советского Союза. Эту шайбу провел Петисов. Капитан нашей команды. Пошли силовые приемы. Вот опасный момент бросок. Да, видите, такая свалка. Как же исчезает ворота. Своего воротаря. Начинается всегда с того, что кто-то стоял около воротаря, атаковал. Затем другой шалпнул. И начинается вот такая сцена. И довольно трудно арбитрам порой успокоить игроков. Сейчас посмотрим, кто тут виноват и кого арбитры попросят в поле. По четыре полевых игрока. Яшин, Светлов, Сервухин, Березинов, Свобода, Лукач, Либо и Бенек. Вот там судья объявляет, довольно долго объясняет за что. Команда Чехословакии имеет численное преимущество. По четыре минуты Стариков и Рихтер и две минуты Быков. Шестнадцать тридцать две. Шестнадцатая минута. В команде Чехословакии четыре игрока. У нас играет Семенов, Березинов, Впервухин. Ну вот, довольно ответственный момент. Не любят текисты играть всегда, когда на поле такое соотношение сил четверо и три текиста. Либо один пошел, одному пройти конечно не удалось. Шайба выброшена, но судья тут немножко подыграл. Шайба не прошла дальше. Задержалась. Вот Лукач опять в судью попал. Столкнулся. Лукач. Прижатый борт. Вот это Лева вышел к воротам. Бросок. Шайба в воротах. Один. Один в этой минуте. Посмотрите еще раз, пожалуйста. Вот момент ушел от защитников, бросил и Шайба оказалась в воротах. Один. Один. Выходит Пыков. Досрочно так сказать. а Ристор и Стариков на скамье нарушителей будут пребывать еще 3 минуты и 9 секунд. Вот видите, Клима игрок весьма опасный. сейчас по четыре полевых игрока в каждой команде. Дрождецкий. Дрождецкий. Ну, один игрок притормозил, Дрождецкого остановил, а второй подобрал шайбу. Видите, как борется за шайбу. Лала. и Рэггемаев поддает Скворцову. Так, Скворцов боролся за шайбу. Сейчас шайба у воротаря. Нам всегда приятно в первом периоде. Кожаево поле пошли вперед. Ямаев спасает Бухарову, простите Сильнову, Кворцов. Это так и не получилось Сейчас вот эти бросок из-за лидов и воротарь ловит шайбу. Очень поразительно, но все три матча вот так события развиваются. Наши выходят вперед, потом Кожаево поле сравнивает счет и вот первый период завершается. со счетом 1-1 Кервухин Яшин сражается с тремя хоккеистами сбрасывания. Шайба в игре выжидают хозяева поля ждут либо контратаки уже наверняка но 6 секунд остается до сирены вряд ли что можно сделать да сыгран первый период 1-1 Лукач Либо 29 номер и 11 Свобода 15 номер и Бенок 9 и так второй период начался опять предельно внимательно начали игру хоккеисты Крутов пытается уйти от Бенока но все приостановили хотя пришлось включиться в игру и вратарю с клюшкой вообще когда вратари играют с клюшкой и удачно это всегда способствует успеху команды либо этот труженик чехословакской сборной не игры составы по 5 игроков у нас динамовский вариант команде чехословакии играет сейчас наша атакует играет Салбер возил лала кадр это опасный момент гол 2-1 сборная Советского Союза вышла вперед смотрим еще раз момент их атаки вот пошли вперед передача и Семенов выводит свою команду вперед вот давайте еще внимательно посмотрим да Семенов отправляет шайбу ворота 2-1 это случилось на 55 секунде второго периода пятерка руснака сейчас играет вот подбрал Кулима шайбу но натолкнулся на белье лизинова проброс я должен перед вами извиниться кто забил светло да забил светло с подачи Яшина прошу извинения вот пришлось уточнить мне тоже показалось что забил Семенов с подачи Яшина объявили здесь что светло с подачи Яшина уточним перерыве и все точно я вам скажу важно что счет 2-1 и советские хоккеисты сейчас Каталионов отбрасывает шайбу после 29 нанар Леонов Ямаев такие скорости что еще раз хочу повторить что невольно теряется шайба из виду как уследить то ли на шайбу смотреть это Леонов выходит к вороту бросок гол Леонов увеличивает счет хорошо прошел вышел один смело и бросил точно Тудов ничего не сделает 3-1 третья минута второго периода праздник «Старик» «Старик» Против пятерки Валек, Пашек и Рихтар. Ну вот видите, как события будет. Сейчас будет проброс. Сбрасывание в зоне Мыльникова у всех звезд НХЛ. Вот такой накал. Вот видите, Мыльников удачно сбрасывал. Вот быстрая передача, но последняя была не точная. Вот хорошая возможность, идет вперед Крутов. Отдает назад, и шайба у Числоваски-Сутишев. Либо Лукач. Вот такой неожиданный получился момент последовательный. Прострел вдоль ворот и сходу удар. Правда, не совсем не точный. Шайба прошла мимо. Сейчас шайба была послана из зоны защиты, а принята за красной линией в средней зоне. Это правило. Числоваска, Талдера и Кадреса с партнером. Вот, чуть было 6-й, 5-й номер, но судья зафиксировал положение вне игры. Кадрес, Талдер. 19-й номер обычно заметен в матчах со сборной Советской Федерации. Сервучин, бросок. Светлов подставил клюшку. Шайба пошла не туда, в противоположную сторону. Вот, Салдер пошел вперед. Хорошо сыграл с партнерами. Лала. А Лала пошел в центр. Там были игроки. Видимо, это было уже неудобно отсюда бросать. Момент был упущен. Атакуют наши игроки. Семенов. Передача. Пока тут играет там. И Яшин ждал передачи у ворот. Вот он, Яшин. Оставляет шайбу. Косок. Воротарь отбил. Теперь, кто быстрее. Белелиздинов оказался у шайбы раньше. 3-1. Впереди сборная Советского Союза. В матче с командой Чехословакии. Пятый. Вот и заканчивается второго периода. Лима. Вот удачно сейчас перехватил шайбу Белелиздинов. Потому что если шайба дошла, до партнера Клима могли быть и неприятности. Смена. Лесаров, Демаев, Луктов, Дроздецкий. И Леонов. Пытается овладеть инициативой хозяева поля. Стремятся к этому, пока у них ничего не получается. Руслак. Руслак. Чушок. Игра остановлена. Быковская пятерка. Варнаков, Скворцов-Быков, Стельнов-Стариков. Против пятерки Пашеков. Против пятерки Пашеков. Тоже был. Там перед воротами находится Леонов. Нет, простите, это Скворцов. Скворцов, 26-й номер. Ну вот я уточнил момент, кто же забросил вторую шайбу. Все-таки Светлов. Корреспондент Ас-Дворцов, по моей просьбе, сходил в команду и уточнил. Рихтар пошел в зону. Сейчас не разбежишься. Силовая борьба по всему полю. И сейчас, если шайбу заберет Свобода, будет свисток. Про. Ларионовская пятерка. Против пятерки Водила. Круто. Шайба пошла на Крутову. Сейчас уже из своих из зоны Чехословатский хоккейский выбрасывает шайбу в среднюю. Вот передача Лукачу. Бросок издали не точно. Наверное, тренеры перед началом игры тренера Чехословатской сборной Лукача не висела и говорили своим хоккейстам Бросайте почаще, ведь стоит новый вратарь. Сейчас будет удаление в составе. Вот, посмотрите, еще раз момент нарушения. И тут уже спорить бесполезно. У нас играет динамовская пятерка в полном составе Лала. Шайба не вышла из зоны. Наши шайбисты выбирают момент Мерлезинов. А вот передача сильная, и она летела шайбе. Остановить было трудно. Лала. Чехословская пятерка, задача у них одна. Выбирать время. Беллезинов, Светлов. Яшин. Шайба вышла. Вот новую пятерку упускает тренера Чехословатской команды. Пятерка спасает. На этот раз мы сидим значительно ниже, чем в фражном дворце спорта. И видно листы хоккеистов. Сосредоточенные, внимательные. Вот идет вперед Гусаров. Удачно держат оборону хозяева поля. Как наши не меняют тренера, вот сейчас уже Тихонов выпускает первую армейскую пятерку, которая играет в причисленном большинстве. Удачно здесь особенно. Но дроздецкий, жлуптов и крутов. Смены полные не удалось сделать. Вот шайба у Ямаева. И Шиндал ловит, не нарушившую правила игрока. Денека. Лорионов с партнерами. Вот Махаров отдает Кашатонову бросок. Промах. И вот следующий бросок через зону. Похоже, что сейчас через 5 секунд выйдет Бенок. Уже сделать будет что-либо трудно. Тем более сейчас в зону нельзя идти. Там игрок. Куда? В полном составе команды. В полном составе команды. Макаров. Сейчас как борются за шайбу. Две пары помешали, друзья. И сборная пока имеет преимущество. И главное, что он очень организованно действует. Быков. Промах. Слыванская команда сейчас задача одна выбросить шайбу в среднюю зону. Наша мощно атакует. Это Кадлер. Вот собрасывает, посылает шайбу через зоны. Играть можно, проброса не будет. Шайбу наших защитников. Нападающие ищут возможность. Бросок. Промах. Быков бросал. Нападающие ищут момент для того, чтобы получить шайбу. Семенов. Наши прибавили в движение скорости положения вне игры. Игры. Причем в этой игре главным образом наши цеписты стараются заставить соперника играть в его зоне. И это удается. Но, внимание, Клима с шайбой помешала Матерлухин. Опять Клима остановила его Белимедзинов. И вот у Светлова забрали шайбу. Прием у Скоувы здесь атакующего. Соперник лишает его странного маневра. Тут и не развернешься, не убежишь. бросок через зону. Сейчас будет листок. Пашек из Лукта. бросок. Сейчас Леонов с шайбой. Пока наши атаковали, смотрел, что делается у наших в воротах. Пашек идет вперед. Рикстер. И стак будет удален на две минуты. Думаю, что даже и не один игрок. Было нарушение. нарушил правила наш защитник спорта. И вот опять возникла такая сцена. Дрозетки леви нахуй. Вот возможности чисто от каких-то провести атаку. Все-таки численное преимущество. и тоже защитники бросать умеет. Матаров хорошо перехватил шайб. Наши стали атаковать поэнергичнее и побыстрее. Там где скорость, там и ошибки. Может это поможет? Да. Либо Матаров забрал шайбу, воспользовался с ошибкой Бенека. и выграно несколько очень важных стеклей. Семенов вышел. Семенов еще еще попытка прорвать оборону. Но пока Чесовский футивший делает это медленно. Правда, заменяет свой состав. Еще 37 секунд на выход из Розетского. Салдар. Хорошо нас освещает сух, но подбросил шайбу. Быстро сменяют свой состав наше Белевединов Луктов. Это Луктов выбросил шайбу. Через пять секунд Дрозетский выходит на поле. Ростол. Ростол. В полном составе сборная Советского Союза. Скорости возросли, побыстрее заиграли команды. Клима. Кромок. Клима опасный очень игрок. 14-й номер бросает с любого положения. Кромок. 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 Клима. Ростол. Ростол. Ростол действует в центре и как бы в тени находится. Распределяет шайбы. А молодые партнеры заметны. Проброс. Кто раньше? Быков или защитник. Кварцов забрал шайбу. Тут Рифтер просто что-то из вольной борьбы. Но сегодня и как эти матчи арбитр дает поиграть. очень хузнокровно смотрят на действия хитистов. Пашек. Пашек прошел Старикова но подосел Воронаков. подосел вновь. Пашек подосел вновь. Где можно проскочить в центре Не удалось ему это сделать Борьба у Борта Раз вызывает смех на трибуне Когда видишь Петисова на поле Невольно забываешь о том Что он перенес такую серьезную травму И так долго болел Смотрите, почти футбольный бросок Опасный момент, бросок Бросал Лорионов Три матча таких интересных Таких нужных, полезных Вот мы говорим часто Можно по-настоящему проверить Готов ты к сезону, готов к турниру или нет Что тебе не хватает И тренерам легче Сразу видны ошибки И футболисты тоже Понимают в чем дело Да и нагрузка Очень большая Три матча такой короткий троп Внимание, атакуют наши Первухин, Яшин Промеды Можно было нанести бросок раньше А сейчас уж тут очень сложно что-либо сделать И футболисты тоже Три матча такой Только держит оборону Только игроки перед своим Дроздевский жлуп Топлеонов Гусаров Ямаев Гусаров бросается Уже не точно применяют силовые приемы Видите, какая борьба Нет, судья говорит, что это не под нож Что вставайте, это клима Порвался Опасный вариант Где шайба? Леонову не удалось отправить шайбу В пустые ворота Проток и опять промах Злух-то бросался Сейчас вот будет уже удаление Удален будет Дроздевский На две минуты Вот, посмотрите Момент Как вам сказать Не каждый бы судья, может быть, бы решил Выков-Варнаков Значит Тельнов четвертый номер И Тариков Ну вот оживление Команда Чехолаки Пошла вперед Нухач Поиграет с крайнего нападающего Но именно он и ведет свою пятерку Тогда его поле прибавили Скорости В движении Но точности не было Шайба Отброшена И опять Сильнов Отбрасывает шайбу в зону Наши заменяют Наши тренеры выпускают Чехолы, Крутова Вот, мягкая передача Команда Чехолаки В нашей зоне Удачно отбили И не только удачно Два игрока Выков выходит с воротом По Скрутову Бросок Шайба У воротаря Ну, очевидно Надо чуть было Побыстрее играть И, конечно, поточнее Крутову все-таки Бросать было неудобно Через 47 секунд Выйдет Наши тренеры Дроздецкие Чехоладские тренеры Делают смену И, к тому же Такие сыграет Неудачно Не точно 22 секунды До выхода Дроздецкого Идет последняя минута Второго периода Лала Калдар И вот Наши пошли вперед Макаров Семенов вышел Я думаю, что в этом периоде И вряд ли, что может измениться Хотя еще Бросить наши могут Бросок Воу Шайба в воротах И Кисов Сравнял счет За точный удар Нашего капитана И счет стал 4-1 За 8 секунд До конца Второго периода Вот как опасно делать прогнозы Хоккей Такая стремительная игра Все может измениться И вот сейчас Шайба Влетела в ворота 4-1 Второй период Наша сборная Забросила Три шайбы В ворота Хозяев В поле Итак Переда 4-1 Закончился Второй период Перерыв В четвертую 4-1 Впереди Сборная Советского Союза Итак Заключительный Третий период Ну вы сами понимаете Что положение Обязывает сейчас Команду Чехословакии Перейти к Самым решительным Действиям Вы это Понимаете Вот собственно Чехословакская команда И устремилась Вперед Но когда одна команда Атакует То естественно Бывают Неточности И можно воспользоваться Быстрой Стремительной Контратакой Чтобы изменить Счет свою пользу Ну может быть так Это и сделают Наши Хоккеисты Во всяком случае Запас большой Играют они сегодня Это лучший матч Здесь Чехословакии Бесспорно А Чехословакская сборная Выглядит Несколько Утомленной Вот пас Вперед Семенов Играет Некоторая Перестановка Получилась Вот Лала бросает Бросок Не получился Атакует Сборная Чехословакии Бросок Шайба Прошла Потеряв шайбу Быстро Чехословакий Хоккеисты Отходят Назад И вот Четыре игрока Встречают Нашего Яшина Тот Гладить Активную Игру Пока У нее Ничего Не получается Институт Его Полностью Принадлежит Сборная Советского Союза И только Вынуждают Наших Икисты Обороняться Хозяев Поля Вот Контратака Клима Настоп Шайба У нашего Вратаря Мыльникова Опять Шайба У Мыльникова Надежно Стоит Сергей 28 Хоккеистов Нашей Сборной Провели Здесь Контрольные Игры Все Попробовали Себя В матче Сборной Команды Чехословакии Только Четыре Игрока Тюриков Бекин Волгин И Волгин Не сумели Попробовать Вот Сейчас Здесь Выясняют Отношения Дрозетки С Мусилом Сейчас Кончится Это дело Тем Что Дрозетку Могут Отправить На Камью Нарушителей А Пока Атака Передача И Шайбу Ристор Отбрасывает В сторону Очень Высокие Скорости Высочайшие Масса Конечно Ошибок Но Сейчас Пошла Силовая Борьба К сожалению Сейчас Европейский Хоккей Наш Хоккей Чехловацкий Хоккей Меняется Вот Сейчас Барнаков Из Кварцов В зоне Кварцов Пытался Бросить Недали Атака Продолжается Силовой Прием Какая борьба У борта Шайба Из Зона Не Вышла Вот Человая Борьба По все Площадки Жесткая Дерзкая Темпераментная Ставит Перед обеими Командами Сложные Задачи Тут уж Не до комбинации Коллективной Игры Ну Видимо Турнир Известии И чемпионат Мира Ответят На многие Вопросы И главное По какому Пути Пойдет Развитие Хоккея Дальше Что возьмет Вверх Техника Скорость Или Сила Засток Гол Ларионов Посылает Пятую Шайбу В ворота Третьего Сериода Вот Посмотрите Еще раз Эту комбинацию Ларионов Остался Один Никто Ему Не мешал И Шайба Влетела В ворота Пять Один Вот Потренировались И сегодня Выглядят Совсем По-другому Советские Хоккеисты И атакуют И Забивают И защищаются Очень точно И очень спокойно Стоит В воротах Время Время Отлала Отдает Салдру Хотел Бросить Но не получилось А сейчас Увидите Уже вперед Идет Яша Время 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 Клима. Руснак, клима. Сейчас будет проброс. Нет, можно играть. Руснак. Дроздецкий его атакует. А шайба летит к Гусарову. Не удалось подхватить ее Дроздецкого. Вот видите, сплошная передача с фланга на фланг. И смотрят, что делает соперник. Будет ли сейчас силовой прием или нет. В каждую секунду хоккейс может оказаться на ледяном поле. Сегодня бросков у чехословакской команды почти нет. Ну, может быть, в первом периоде они были. Вот сейчас атакуют сборные Чехословакии. Передача вдоль ворот. Но шайба прошла мимо. Пашек. Валек. И вот ответ нашей сборной Варнаков. Мчится к воротам соперника. Ланина помешала ему брать. Сегодня очень большой объем работы выполняет наши нападающие. Ну, когда защитники допускают промахи, всегда помогают нападающие. Но в какой-то мере это и снижает их атакующие действия. Вот, пятицов просто бросил через зоны. Сейчас будет свисток. Да, да, да. Либо. Либо. И все-таки будет наших экипцевцев в зоне соперника. Либо. Макаров. Круто. Это вратарь играет в уши, и это хорошо, и когда он покидает ворота. Вот опасный момент. Два игрока сборной Чехословакии выходят либо и падают. Моментом воспользоваться чехословакских экипцией не сумели. Это Яшин взорвется вперед. Один в одиночку приходится возвращаться. Пять-один впереди сборная Советского Союза. Идет девятая минута третьего периода. Атакует Яшин. Яшин в зоне передачи. Броссов фронтом. Броссал Светлов. Талдер. Очень четко отдал шайбу своему защитнику. Правда, рискованно. А тот рисковать не стал. Просто выбросил шайбу среднюю зону. Наши разыгрались. Опять набирая скорость Бельгиддинов. Идет вперед. Отдает Светлову. Тот проходит в зону соперника. Вот опасный момент. А бросить Яшину не удалось. Хотя борьба еще продолжается в зоне сборной Чехословакии. Все оттянувшиеся игроки, забрав шайбу, отбрасывают ее через зоны. Здесь, сыграв три таких тяжелых матча, получили максимум. Вот еще один бросок. И шайба влетает в ворота. Дроздевский. Добил 6-1. Вот, посмотрите. Бросил с угла. И так промахнулся шингл. Сказать трудно. Что ему там помешало? Счетал 6-1. В сегодняшнем матче полное превосходство, подавляющее преимущество чемпионов мира. Они играют легко, уверенно, так, так и подобает нашей команде. Но все-таки, вот сейчас борцов выше ворота. Но все-таки Варнаков. Нет, Варнаков-Скворцов мощный, как Ковин. Но все-таки он придает какую-то стройность этой тройке. Вот, как он получил сегодняшний матч. Скворцов. Хорошо играет, регулярно. Очень смел и решительный. А что дальше будет? А дальше Ламина отбрасывает шайбу. Скворцов в воротом. Промах. Выгоднейшая позиция была у Скворцова. Но ошибся. Это Валик бросает. Промах тоже. Пошла индивидуальная игра. Вот опять опасный выход. И шайба летит мимо цели. Одиннадцатая минута у Союза вышла вперед. А дальше... Вот еще бросал скоростом сборной Числоваке. А дальше все было примерно так, как и в первых двух играх. Клима в конце периода сумел сравнять счет. Один-один. Команды ушли на перерыв. Вот опасный момент. Подправить шайбу не удалось. Беноку, защитнику. Сейчас Числовакская команда сделала довольно смело и энергичное. Провела энергичную контратаку. Макаров отдает налево. Ростов. Нет. Костатонов и Макаров не завершили комбинацию. Вот сейчас очень быстрая пошла игра. Быстрая. Вот опять атакует Числовакский хейтист и шайба у Лукача. И... Все. Один чемпион мира впереди. Вот сейчас советская команда пыталась организовать атаку. Но сейчас все меняется с такой быстротой, что очень трудно пройти в пас. Потому что моментально применяется силовой прием, где бы ты ни находился. Вот бросок катится. Воротарь Мыльников отбивает. Дилетант нашей сборной. Очень спокойно играет. Сейчас будет удален Числовакский хейтист. Мыльников покидает ворота. Это у нас шесть полевых игроков. Вот теперь можно попробовать этот вариант. Он, правда, редко завершается удачно. Но все-таки бывает. Воротов у нас никого нет. Сборная Советского Союза в шестером. Да, все, шайба. Это и минута заключительного периода. 6-1. В пользу сборной Советского Союза. Полетка 2. Но... Берешься на карте. Наконец, сегодняшняя матча выиграла свою силу. Семенов оставляет шагу Яшину, а ее подбирает Числовакский хейтист и следует контратака. Быстрый пас вперед. Пермухин. Очень спокойно, как всегда, играет. И надежно. Семенов в зоне. Передача Яшину. Прошок. Угол прикрыт. Беледина поддает Квермухину. Опять бросок. Только направо. Светлова у передачи. И шайба у вратаря. Четыре зрителей видят возможность посмотреть еще раз эту комбинацию. И вот весь этот там Мусил оттолкнул Светлова. Ну, на этот раз все обошлось благополучно. Выходит тройка Жлуптова. Дорозет и Жлуптов Леонов. Вот выход Жлуптова как-то, как бы это сказать, соментировал, что ли, эту тройку, эту пятерку. Во всяком случае, опытный мастер, может быть, и не блещет скоростью, но во всяком случае, играет он надежно и уверенно. Это вот бросок через все зоны туда, за ворота советского вратаря. Дорозетский. Жлуптов. Пас вдоль ворот, но никто на это передачу не вышел. Вот сейчас Емаев, может быть, он бросит. Жлуптов. Отбили атаку наших хоккеистов, хозяева поля. Усаров. Усаров отдает. Леонову. Депутат нашей сборной еще дальше, Дрождецкому. И следует сильный бросок защитника, и Шайба уходит в среднюю зону. Хоть на несколько сантиметров, но вышло. Сегодня команда Чехловакии играет только на контратаках. Дрождецкий, передача. Либо перехватил Шайбу. Дал он своего партнера. А сейчас, внимание, атакует сборная Чехловакии. Шайбу убивает, бросок. Мыльников отбивает. Хорошо сыграл. Еще бросок с Вободы. Бросок не получился. И вот Варнаков стремительно набирает скорость. Вошел в зону передачи. Бросок. Кварцов сбросил, но попал в воротаря. Шайба в ворота не вошла. Быстрая была атака. Но завершилась она неудачно. Еще раз идут наступления наши фейкисты. Удачно, удачно Кварцов поднял клюшку. Такое было впечатление, что три чехловакии фейкиста выходят на одного нашего защитника. А все, кончилось благополучно. Шестнадцатая минута последнего периода. В шесть-один впереди сборная Советского Союза. Круто отдает Макарову. Макаров ищет партнера. Отдался неплохо. Но немножко не рассчитали Фетисов с Касатоновым. Поменяли позиции. И Шайба сейчас у Фетисова. Но уже он под своих ворот начинает в комбинации сыграл. Не точно. Клима. Клима отдает защитнику. Передача. Ростол. Быстро парик. Отставляет Шайбу Руснаку. Руснак назад за защитником. А все побоялись. Не подкрепили их атаку. Оказались не готовыми. Сейчас неожиданно послушаю. Крутос отдает Макарову. Ларионов. Ушел назад. Уводит своих товарищей назад. Чтобы уж не рисковать. Потому что результат сделан. Уйдет 17-й минуты. Пять. Шайб выигрывает сборную Советского Союза. Которая на этот раз сыграла свой лучший матч здесь. В Чехословакии. Лучший матч. Семеновская пятерка у нас. Снервничать. Сейчас нечего. Все ясно. Вроде бы и вбросить шайбу. Можно вбросить правильно. Вот понимание, что сейчас нет. В броске валик. Пытался забрать шайбу. Ничего не получилось. Семенов. Спорости сегодня наши выигрывают. Шайба. Довольно смело. Слонина тут в один. Потерял шайбу. Она у Яшина. Ну и остается только ее прижать к борту. Теперь судьи дают возможность поиграть. Вот опасная передача была. Но обыграть столько здесь игроков. Слухлова не удалось. Хотя шайба из зоны не вышла. Пашек. Пашек к Инжеле бросает. Вот такой запоздалый бросок психологического порядка. Бросать к Инжеле, когда остается 2 минуты 40 секунд. 2.50. И команда проигрывает 1-6. Бессмысленно. Уходит Луктов с партнерами. Вот Леонов спешит к шайбе. Ее подхватил Лукач. Леонов забрал шайбу. Забрал. Обыграл его. Отошел назад. Затем набирает скорость. Идет вперед. Но здесь в окружении 4 игроков сделать уже ничего не смог. Конечно, на турнире «Известии», когда соперники встретятся уже в официальном матче, где постараются извлечь, поправить свои ошибки этих контрольных игр, тренеры уже определяют окончательно состав. Турнир «Известии», наш международный турнир, наша малая первая турнира, которая вызывает такой огромный интерес во всем мире. Вот Мыльников отбил шайбу. Еще бросок в гол. Посмотрите еще раз этот момент. Мыльников вышел из ворот. Сейчас узнаем, кто забил. Я даже затрудняюсь вам сказать. Салдер забросил шайбу. 19-й номер. Подача свозила. Вот еще один опасный момент. И бросок выбирает шайбу. 6-2-1,5. Русла и Быков. Быков вызвал бросание, игра в зоне сборной Чехловакии. Вот все-таки бросил Варнаков. Не видел, куда бросает, но бросил. В ворота не попал. Главный Чехловакий. Балек, Ричард, Паша. Бросает Петитов. Бросает Петитов. Два броска. А шайба отброшена в среднюю зону. Сможет играть. Смотрим на секунду. Вверх пошла последняя минута встречи. Хочу вам напомнить. В первом периоде Петитов открыл счет, реализовав численные преимущества. Клима сравнял. 1-1 первый период. Во втором Семенов, Леонов и Петитов забрасывают три шайбы. 4-1. Лорионов в третьем периоде сделает. Семенов, Леонов, Петитов. 4-1. Лорионов в обороне. Вот так и воротарь из сборной Чикулаки посмотрел на секундомер. Сколько же еще играть? И стали Петитов. Лукач выходит с воротом. Но один. Поддержка нужна передача. И бросить не удалось. Хотя еще атака и продолжается. Но слишком маловременно. Еще 10 секунд до Семены. Итак. Закончился третий матч между сборными командами Чиксловакии и Советского Союза. С отсчетом 6-2 выиграла сборная СССР. Итак. Три матча выиграны. Впереди официальная встреча на турнире и в Викторе. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Передача была организована телевидением радио Советского Союза. Вел репортаж Николай Узеров.